В начале мероприятия все участники вспомнили и почтили минуты молчания всех погибших в Афганистане. Это дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная война. На эту встречу сотрудники библиотеки пригласили кадетов, чтобы те смогли напрямую пообщаться со свидетелями афганской войны. Среди них воин-интернационалист, полковник в отставке, кандидат исторических наук, автор серии книг о войне в Афганистане Николай Пиков. Сейчас мы смотрели небольшой фильм о погибших нитровчанах в Афганистане, в Чечне. Ну и в принципе мне очень приятно встречаться с вами, учениками школ, участием в школах. Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти 9 лет и 51 день жестоких сражений в чужом краю. В далеком Афганистане советские воины проявили лучшие человеческие качества – мужество, стойкость и благородство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу. Непривычный знойный климат, холодное высокогорье и раскаленные пустыни – тяжелейшие условия партизанской войны, когда за любым камнем, кустом или домом может оказаться вооруженный враг. Это встреча, это живая память, потому что живы те, кто воевал, выполняя свой интернациональный долг в Афганистане и других горячих точках. Живая, потому что памяти погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. В Красноярском крае ясно про законы свободы, но коммерческие работы... Субтитры создавал DimaTorzok